Замечательная композиция из фильма «Никита Михалкова, утомленный солнцем» прозвучала в начале концертной программы в горках ленинских. Пришедшие на концерт наслаждались игрой пианиста Калагурова, известного как в России, так и за рубежом, и музыкой Эдуарда Артемьева, который написал ее к этому фильму. Вспоминался и сам фильм, когда мы, затаив дыхание, наблюдали с экрана за трагической жизнью главных героев. Исполнитель нравится, все нравится, кроме того, что мало очень посетителей. Иногда бывает даже неловко, и приходится очень громко хлопать, чтобы хоть как-то поддержать артиста. Я думаю, сейчас расширяется у нас здесь население, и в принципе народ туда будет ходить все больше и больше, потому что концерты действительно стоят того, чтобы их посещать. В концерте «Музыка экрана» в исполнении артистов Московской областной филармонии звучали и другие хиты из кинофильмов советской эпохи. В 1973 году состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова». Песня, написанная композитором Алексеем Зацепиным, на слова Дерменева, сразу стала популярной и любимой. «Счастье нам, пусть встречать и выдущим, есть только миг, за него и держи». Этот шлягер исполнил солистка филармонии Юлия Переповедь, лауреат международных конкурсов. Нам очень понравилась эта идея, сходить на такой концерт и вспомнить старые мелодии старых фильмов. Это очень интересно. «Солисты, профессионалы, и вообще это настоящая музыка живая, и поэтому мы с удовольствием пришли сюда». В концерте участвовала и певица Людмила Баталова, исполнившая трогательную песню Пахмутовой из кинофильма «Три тополи на плющихе». Она, как и другие артисты филармонии, приезжает в горки уже не в первый раз. «Здесь очень уютно и чувствуется именно интерес к этому прекрасному. Вот именно здесь почему-то вырастают крылья, и хочется возвращаться, хочется петь, творить». На концертах в горках Ленинских из цикла «Музыкальные сезоны» всегда много публики, которые очень тепло встречают артистов. Так было и на этот раз на программе «Музыка экрана». Людмила Медведева, Владимир Гриневич, Елена Кошлева. Видно этого. Спасибо. Спасибо.